Вот эта маска вам нужнее, чем мне. Спасибо большое, Рукия. Рукия Сахабудинова уже второй раз помогает бойцам ССВО. Блокадница Ленинграда не может остаться безучастной. На этот раз она передала 45 тысяч. На эти средства волонтёры закупили всю необходимую технику. Генератор, сварочный аппарат и маску. И мне хочется помочь, потому что я одна, так что мне хватает деньги. А им надо обязательно это. Потому что дай Бог им помочь, чтобы они остались все живы. Все были радостны и все вернулись домой к своим семьям. Бойцы очень признательны. Говорят, что эти вещи обязательно помогут им в тяжёлых буднях. На передовой им очень нужна поддержка не только близких и родных. Каждая вещь, письмо, а самое главное – внимание со стороны земляков не только греет душу. Это даёт им сил идти вперёд к победе, признаются участники спецоперации. Письма читаем только в момент, когда у нас есть отдых. Или по вечерам для души, перед сном. Чтобы немножко почувствовать заботу не только от детей, но и от граждан нашей РФ. А это уже другие помощники. Коллектив детской районной больницы с перинатальным центром собрал внушительную сумму за несколько дней. Врачи, медсёстры и другие работники медучреждения – одни из первых приняли для себя решение не бросать наших и внести свою лепту в общее дело. Это очень важно. И наши бойцы, они должны чувствовать вот эту поддержку. И таким образом мы можем вместе победить быстрее. 130 тысяч обязательно принесут пользу нашим бойцам, уверены участники группы «Гуманитарка Татарстана». Сейчас они активно собирают им зимние вещи, помогают также госпиталям. Мы будем делать закупки по необходимости, по просьбам ребят. У нас есть прямые связи с ребятами, которые находятся на СВО. И все закупки мы в основном делаем либо по их просьбам, либо мы будем сейчас делать крупные закупки. Такие как спальные мешки утеплённые, берцы утеплённые, ну и другое всё. Сегодня Рукиаса Хабуддинова и коллектив детской районной больницы были приняты в ряды волонтёров гуманитарки Татарстана. Им подарили памятные значки. Представители группы призывают и другие организации к участию. Причём помочь можно не только деньгами. Кто-то может принести вещи, медикаменты, продукты и постельное бельё. А кто-то может помочь в изготовлении сухих душей. Лишних рук будет как никогда кстати. Вера Муратова, Максим Липин, Новости НТР.